Требя подписчикам и гостям, я Джетли, и шел какой-то второй месяц карантина, да. Я, конечно же, выхожу на улицу, потому что мне нужно ходить в магазин, мне нужно выгуливать собаку, и мне нужно приносить продукты домой. Я хотела, чтобы это видео было не ответы на вопросы с АСКФ, но, к сожалению, мне не задавали интересных вопросов, типа хотя бы десяточки, чтобы ответить на них, и впихнуть это все в видео. Поэтому, поэтому, в связи с этим, это видео будет еще одним просто видео, просто о том, как я провожу время на карантине. Я отлично провожу время на карантине, потому что я привыкла сидеть дома и выезжать только поработать, и типа на обратном пути купить продукты. на самом деле для меня все супер-пупер классно, да. Мне нравится карантин, но мне не нравится ограничение свободы передвижения, потому что каждый раз надо получать пропуск, ну, типа если ты куда-то далеко едешь. И в связи с этим, ну, как бы сказать, я не буду каждый день снимать какие-то видео, лишь бы для того, чтобы их снять, поэтому, поэтому я буду выпускать видео только когда мне хочется. Возможно, я назову это видео несколько способов провести время на карантине, потому что работы особо нет. Почти никто же не работает, кроме доставщиков. Да. И, собственно говоря, приходится занимать себя иными вещами. Но иные вещи и так входят в мой распорядок дня. Почему? Я просто перечислю вам, что можно сделать, чтобы отвлечься, отвлечься от гнетущей атмосферы, как же это сказать-то, от гнетущей атмосферы изоляции, карантина, и почувствовать себя немножко на отдыхе. Супер лези. Что же мы можем сделать? Мы можем полепить из пластики, из пластилина, из глины, из чего угодно, фрески, фигурки, анатомические детали. Мы же потом их можем продать и заработать немножко денег. Хотя кому мы их будем продавать, если у кого не будет денег? Мы можем заняться саморазвитием, например, почитать книги «Храм Парижской Богоматери», я его везде пихаю, потому что мне эта книга особо понравилась, бла-бла-бла, все дела. Всякие тренинги попроходить, их же сейчас миллион бесплатных. У нас, кстати, гроза. А потом мы можем купить тренинги, потому что деньги мы все равно потратим и все равно все потом будем сосать лапу. Да ладно, все не так плохо, на самом деле, все не так плохо. Вот. Что мы можем поделать еще? Мы можем пошить или хотя бы научиться шить. Хотя бы вручную, если нет машинки, потому что я вот вручную за два дня сшила подушку. Я вам ее не покажу. Вы потом увидите ее в Инстаграме, если вы, конечно, на меня подписаны. Вот. Что мы можем сделать еще? Мы можем научиться рисовать или что-нибудь нарисовать. Я, конечно, могу это сделать и даже могу записать, но нужно ли? Нужно ли это вам? Обязательно пишите об этом в комментариях. Также напишите в комментариях, если вы читаете сейчас какую-то книгу или смотрите сериалы. что это за сериалы, что это за книга. Если вы любите писать, то обязательно напишите, не знаю, краткое содержание или пересказ этой книги. Я понимаю, что мы уже не в школе, ну, кто-то из нас уже не в школе, даже не в институте, но просто вдруг это все очень интересно окажется, и я это тоже либо посмотрю, либо прочту. Потому что как еще нам с вами общаться, кроме, как не через видео. Вот. Также, в принципе, я давно хотела запустить флешмобик. Флешмобик. Вы снимаете видосик, отправляете его мне. Вы уж там найдете, как отправить. Я в этом уверена. Хотя бы с ссылкой в описании, в комментарии. Хотя бы с ссылкой в комментарии. Вот. я его смотрю, и если мне нравится видосик, я вставляю его себе в видео. Не знаю. Вот. Короче, давайте как-нибудь с вами общаться. Просто брать и общаться. Потому что YouTube для меня это общение. Twitch для меня это игры. Поэтому не надо мне тут возникать, когда я просто играю в игру и не могу читать чат. Вот. Далее, что мы можем сделать? Мы можем вязать. Мы можем грустно смотреть в окно и вспоминать те дни, когда все было хорошо. И мы могли выйти на улицу беспрепятственно. У нас, кстати, тут ездят патрули. Э, прикиньте, патрули ездят. Патрули, милиция, милиция, патрули. И патрулируют все, патрулируют. Вот. Патрулируйте необходимо, чтобы, не дай бог, кто-то не отошел от дома больше, чем на 2 километра. Это все? Стец? Лажа? Жопа? Вот. Что мы можем делать еще? Мы можем посадить рассаду и вырастить к лету неплохие огурцы или помидоры или цветы. Что-нибудь вырастить. Вот. Мы можем составлять планы на лето, но я не знаю, будет ли у нас лето. Потому что вы же знаете, что этот карантин все продляют, 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 продляют и продляют и деньги за проездные не возвращают. Потому что карантин продлен! Нахрен вам куда-то ездить? Вот. Можно научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. У меня пианино стоит и я на нем не могу играть, потому что оно используется как стол и вообще все забито. Да. обидненько. Между прочим. Как красиво цветет все вокруг. Как все замечательно. Как поют птицы, как светит солнце по утрам особенно. Какое чистое голубое небо. И как его постепенно заволакивают тучи. Сейчас тут вообще все беспросветно, все в тучах. У нас гроза. Я уже это говорила. ездят доставщики, кстати, с едой. С разной едой. Доставщики, всякие машинки. Ездят поливалки по утрам. Чистят дороги. Вот. На самом деле, знаете, если мы будем обращать внимание на мелочи, которые происходят вокруг нас, то, что у нас самих все такое мутное и непонятное, оно будет рассеиваться и в душе будет спокойно. Потому что мир на самом деле гораздо интереснее, чем нам кажется. И если мы просто начнем любоваться не в ущерб, конечно, своим остальным делам, но просто в свободное время, то мне кажется, что мы будем гораздо уравновешеннее. Поэтому не скучайте. Если что, как я уже говорю, пишите комментарии. Давайте с вами общаться, наконец. И всем хорошего настроения. Всем пока. Пока.